Знаете ли вы, дорогие зрители, когда население Земли должно стать равным плюс бесконечности? Естественно, такой вопрос вызывает вполне естественный встречный вопрос. А как вообще можно знать, когда население Земли будет равным какой-то цифре, ну, помимо, естественно, уже прошедших дат? Вот представьте себе, в конце 50-х годов один австрийский ученый, проанализировав имеющиеся данные о населении Земли за последние века и десятилетия, вдруг понял, что есть некая математическая зависимость, где функция, где в качестве аргумента присутствует год, а на выходе мы имеем цифру населения Земли. Естественно, он попробовал вставлять последующие года. Ну, такая простенькая математическая забава. И понял, что население Земли станет равным бесконечности совсем уже, в сущности, скоро. В 2005 году. Параллельно в том же самом районе дат 2006, 2007, 2008 бесконечности должны были стать равны, скажем, объем благосостояния землян. И многие-многие другие параметры. Сейчас на дворе 2015 год, и мы отлично знаем, что в 2005 году население Земли не стало равным бесконечности, может, оно и к лучшему. А вместо безкрайнего процветания, которое обещали эти формулы, начался, скажем, кризис 2008 года. О чем это все говорит? О том, что формулы, которые описывали жизнь землян в предшествующие века, перестали работать. Изменился сам механизм нашей жизни. А если говорить совсем прямо, у человеческой цивилизации начался глобальный кризис. Один из нескольких за нашу предшествующую историю. И о том, как человечество проходило через все эти кризисы, к чему они приводили, чем заканчивались, чем продолжались, рассказано в замечательной книге, которую я сегодня представляю Александра Никонова. Я журналист достаточно известный, можно даже сказать, известный скандально. Потому что свои, и не только свои точки зрения, которые ему нравятся, он высказывает с безапелляционной уверенностью, даже, в общем-то, сильно не заморачиваясь спорами и аргументацией. Просто вот нравится, и все, излагаю. Ну, а дальше уж наше дело соглашаться, не соглашаться, искать какие-то альтернативные точки зрения. Главное, мозг включается. Чего вам и желаю.